Финальная распродажа Россия избавилась от госдолга США Финальная распродажа Россия избавилась от госдолга США 8 часов 21 февраля 2020 года Доллары Москва, 21 фифрия новости Наталья Дембинская Россия сократила вложения в американские государственные облигации до 9,9 миллиарда долларов В чисто символических 2% ЗВР Зачем ЦБ распродал почти все бумаги правительства США И почему близок тот день, когда Вашингтону будет нечем покрывать непомерный дефицит бюджета В материале РИА новости Риски ни к чему По данным Министерства финансов США В декабре Москва уменьшила инвестиции в американские гособлигации на 1,5 миллиарда долларов до 9,974 миллиарда Как следует из отчета казначейства Это самый низкий показатель за 12 лет Четыре месяца подряд, с августа по ноябрь, Банк России понемногу приобретал газбумаги США Например, в октябре на 622 миллиона долларов, доведя общую сумму до 10,697 миллиарда Эксперты объяснили эти незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на общую стратегию избавления долларовых активов С конца 2018 Москва продала американских гособлигаций почти на 100 миллиардов 2 ноября 2019 года 10.23 Газдолг США установил новый рекорд в 23 ТРЛН долларов Еще в 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов Москва входила в число крупнейших держателей Трежерис Но после того как в апреле 2014 Вашингтон ввел санкции, начался обратный процесс В 2018 году Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое В конечном счете доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани По посчетам Всемирного совета по золоту WGC Объем драгоценного металла на балансе Центробанков мира за прошлый год увеличился на 651 тонну Это самый крупный результат с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта Крупнейшим покупателем драгметалла в 2019 году стала Россия 20% всех приобретений в газрезервы ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 159 тонн до 2270,56 тонны 73 миллиона унцы 28 июня 2019 года 8 часов Золотая стратегия России сработала Остальные берут пример Эксперты констатируют, продавая американский газдолг, Центробанк старается минимизировать прежде всего политические риски Но эти действия обоснованы и чисто экономически Из-за санкций против отечественных компаний внутренний финансовый рынок испытал шок При плохом сценарии дело могло кончиться заморозкой активов, с чем уже столкнулся Иран Чтобы подстраховаться, власти взяли курс на ослабление зависимости от доллара Вложение в золото в такой ситуации хорошее решение Более того, основную часть желтого металла для резервов Банк России покупают на внутреннем рынке Что позволяет обходиться в этих операциях без американской валюты Россия располагает полноценной производственной инфраструктурой От добычи до переработки золота Так что увеличение запасов драгметалла выглядит вполне логичным Указывает Филипп Ньюман, директор консалтинговой компании Металлс Фокус 23 декабря 2019 года 8 часов Китай отказывается кредитовать США Кризис с финансированием Крупнейшим держателем газбумаг США По состоянию на конец декабря Остается Япония Лидирующая седьмой месяц с показателем 1,15 триллиона долларов В последние годы ведущим иностранным кредитором американской экономики выступал Китай Но из-за торговой войны Пекин тоже принялся распродавать трежий рис К декабрю 2019-го Народный банк Китая сократил портфель этих бумаг почти на 20 миллиардов долларов До 1,07 триллиона, минимума с начала 2017-го В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский газдолг как рискованный И сокращают долларовые резервы в пользу японской иены южнокорейской воны Теоретически Пекин может предпринять и более масштабную распродажу Последствия которой будут катастрофическими Стоимость трежериса обвалится, что вызовет панику на фондовом рынке и обрушит доллар Но на такой шаг Пекин вряд ли решится Из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт Кроме того, сброс казначейских бумаг США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня 6 декабря 2019 года 8 часов Час расплаты Под США задымилась долговая бомба Растущая продажа трежери с центробанками всего мира не сулят американцам ничего хорошего Поскольку триллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций В январе 2019 дефицит достиг максимума с 2011 года Власти потратили на 32,6 миллиарда долларов больше, чем заработали По прогнозу бюджетного управления Конгресса США В этом финансовом году Заканчивается в сентябре Дефицит превысит триллион Аналитики указывают, что Интересы иностранных кредиторов к газдолгу США Следствие агрессивной протекционистской политики Трампа Не за горами кризис финансирования Который разразится Когда иностранцы прекратят покупать долговые обязательства казначейства И начнут распродавать долларовые активы В итоге Вашингтон сам вынесет приговор доллару как мировой резервной валюте Продолжение следует... Продолжение следует...